Дмитрий Викторов Здравствуйте, спасибо за внимание. Я хотел бы представить, что более 15 лет уже абсолютно точно занимаюсь подбором IT и SAP-консультантов. Так сложилось, надо сказать, что мне это нравится. Я бы хотел начать нашу конференцию с ответов на несколько вопросов, которые мы предварительно получили в результате опроса. И в результате, после ответа на них, сделайте небольшое введение по поводу того, искать работу, может быть, какие-то лайфхаки. А потом в финале у нас был вопрос поговорить, прокомментировать ваши ответы на них и, может быть, ответить в финале на ваши вопросы. Будем надеяться, что у нас на это все хватит времени. Пожалуй, приступим. Первый вопрос. Появляются ли запросы найти облачного интегратора SAP CPI? Ну, а тебе скажу, что у нас еще ни одного такого не было. Мы провели мониторинг труда и нашли только одну компанию, которая прямо сейчас ищет подобных специалистов. Ну, а понятное дело, что через слэш XIPI также указано, потому, ну, не секрет, это мастер-дата. Потому, ну, скажем так, пока еще скорее нет, чем да, но дальше больше живем и видим. Я думаю, непременно количество позиций и проектов по CPI будет нарасти, как это всегда и происходит. Обращаются ли зарубежные заказчики найти интегратора для РФ или зарубежных проектов? К нам еще ни разу не поступало таких запросов. Я абсолютно точно знаю, что такие запросы есть. Мне кажется, тут много специализированных агентств, которые специально ищут на рынке России и предлагают зарубежные позиции. Потому, ну, если вам интересны зарубежные проекты или, может быть, возможность переезда или дистанционной работы на зарубежные компании, то, конечно, у вас обязательно должно быть англоязычное резюме. Вы абсолютно точно должны быть на LinkedIn. Ну, и, наверное, на джоп-сайтах тоже. Причем в англоязычном варианте, чтобы все точно знали и понимали, что у вас есть знания английского языка. Третий вопрос. Заметная доля обращений по интеграторам в общей массе. Я бы сказал нет. Дмитрий, я имел в виду, тут именно количественно заметно, ну, скажем, FI-щиков. Ищут, логистов там ищут. А вот интеграторов там вот часто ищут. Тут про это был вопрос. Я понял, да. Потому, что я неправильно его понял в другой плоскости. Смотрите, тут я могу сделать количественную развивку. То есть мы, допустим, можем сказать следующим образом, что по запросу с API на том же сайте HeadHunter сейчас можно найти плюс-минус 83 позиции. Где-то половину мы можем сразу отрезать, потому что это будут в той или иной степени ABAP-разработчики, может быть, базисы, где так или иначе PIPO проходит. Но он скорее таким фоновым параметром. Именно к чему я это все клоню? К тому, что есть, скажем так, большие модули и есть маленькие. И на API как раз PIPO отношу именно к маленькому, потому что, ну, на мой взгляд, по территории России, может быть, там, 500, 600, 700 консультантов, может быть, есть. А в той или иной степени, на мой взгляд, примерно что-то около того. И тут прямо пропорционально число количества вакансий, число доступных специалистов и запросов. То есть их, может быть, даже где-то и не хватает, но по всем модулям SAP, так или иначе, эта картина наблюдается последние 15 лет. Потому тут можно сказать, что прямо пропорциональные запросы по позициям число количества кандидатов. То есть если сравнивать с тем же модулем OFI, то, конечно, несомненно, PIPO позиции будет непременно меньше. И тут не стоит относиться на свой счет. Просто так есть, было и будет. И это нормально. Да, конечно, я согласен. Да, потому тут, ну, скажем так, я бы сказал, что количество запросов довольно устойчивое. Я, конечно, сделал бы сейчас поправку на, можно сказать, кризисы спата в экономике по поводу пандемии. Но это я бы назвал похоже на обыкновенный кризис, когда в непонятной ситуации компании сжимаются, ждут, пытаются планировать. У них это не получается, и они решают, наверное, выжидать, смотреть, что будет, ждать каких-то заявлений от государства. Но, по моей информации, сейчас в участие в своем все компании переходят на полную удаленку. Может быть, у кого-то выходят дежурные консультанты, администраторы. Но, по большому счету, это все-таки 100% ударенка. Вдобавок, весной все научились, как это должно происходить. И сейчас, уже при второй волне, это происходит вполне обыкновенно и уже не так больно. Призлагаю приступить к следующему вопросу. Да, конечно. В последние лет пять изменился рынок труда. Я бы сказал, что маркетинг Усапа работает хорошо, даже, может быть, очень. И каждые два-три года конкретно модули XI, API, EO переназывает, придумывает название. Теперь CPI, как я понимаю. Нет, тут не совсем так. CPI – это облачный API. Ну, облачная шина, как часто говорят. Понимаю, да. Ну, идея понятная, да, конечно. Да, да, да. Но, на мой личный взгляд, раскрою тайное рекрутинга, что чем больше букв в названии модуля, тем проще искать. Это просто SQL-запросы уже, которые мы постоянно делаем к разным базам. И именно так мы и находим кандидатов. Потому что главный совет, если вы ищете работу, то обязательно прямо название всех своих вакансий, мест работы и название самого резюме обязательно указывайте, что вы консультант. И название ваших модулев, будь это API, XI, CPI, ABAP, BASIS, ICO, MMSD и так далее. Этим вы не только поможете рекрутеру, но и в первую очередь себе. И посредством того, что даже, может быть, не опытных еще рекрутеров, сознательно поможете им обратить внимание на свое резюме. И тем самым его подсветите, и чем больше будет у вас пристричь на слово API, XI ваше резюме, тем лучше для вас, я это называю, эффект новогодней елки, когда она вся яркая, перед Новым годом горит и сияет. Вот резюме на выходе на эти слова API, XI должна также сиять. Обратите на это внимание, я думаю, тот же режим редактора Word вам поможет в этом, он обычно желтым подсвечивает. По поводу изменения рынка, ну, соответственно, да, больше смотрим в сторону удаленки, больше кандидаты спрашивают про удаленку, про зарубежные компании, ну, при наличии языка, люди обычно спрашивают, а, ну, это, опять же-таки, небольшой количественный момент, по большей части, мне кажется, как все было, так и есть, и остается, то есть только название меняется и функционал, по изменениям, но, наверное, все-таки больше в удаленку. Сейчас люди смотрят и, наверное, правильно делают. Пятый вопрос, довольно широкий, открытый, потому буду долго на него отвечать. Что нужно делать интегратору для быстрого нахождения работы? Тут я бы начал с азов, а именно примем момент рекрутмента, как для начала воронки, то есть у нас есть там самая первая воронка на моменте создания резюме. Как я и сказал, в идеале она должна светиться на SAP, XI, API и все, что с этим связано, как новогодняя елка, для того, чтобы даже невооруженным взглядом рекрутер мог увидеть сразу, что вы, там, тот кандидат, который ему нужен, подходит вверху, в середине и в конце резюме. Это раз. Соответственно, по поводу быстрого нахождения работы, ну, тут, скажем так, что поиск работы – это работа не легче, чем сама ваша работа, а именно презентант, интегратор, SAP, XI, IPO. Потому нужно, да, все доступные способы использовать – это и джоб-сайты, там, CounterSuperJob, соцсети, LinkedIn обязательно тоже нужно иметь на свой профайл там, причем там можно, ровно как и на джоб-сайтах, иметь и русскоязычные, и англоязычные резюме, если вы обладаете этими языками. Также есть специализированные формы Telegram. Илья знает, какие, я думаю, вы тоже. Если я не ошибаюсь, на Facebook тоже есть много разнообразных групп, в том числе и SAP, где можно размещать свои мини-резюмы, информацию о себе, чтобы ищите работы. Ну и, конечно, как мы проводили опрос, многие SAP-консультанты и интеграторы не исключения, ищут по знакомству, так как рынок SAP очень узкий, и через два-три руку пока сжатие, меньше, порой больше. Почти все люди друг друга знают, так или иначе встречались по проектам. И по моей информации, когда мы отправляем кандидата, у него уже на уровне резюме, компании, в которых он работал, почти все известно нанимающему менеджеру. И он, да, может сразу сказать, интересно или нет. И очень часто ситуация, когда приглашают на интервью кандидатов, что заочно, а может быть даже и очно, ключи менеджеры и консультанты президента позиции уже знакомы, и пересекались на каких-то проектах, и хорошо знают вообще в форумах друг друга. Потому что тут все средства хороши, нужно этим активно заниматься. Я всегда рекомендую всем заниматься поиском работы как можно активнее. То есть если вы нашли какую-то позицию, и она вам интересна, обязательно найдите HR-менеджера на LinkedIn или на Facebook из данной компании. Напишите ему, что послали ему опыта, или спросите у него, куда вы ему можете отправить свое резюме, потому что очень заинтересованы данной позиции. От себя скажу, что все HR-менеджеры очень любят таких активных кандидатов, потому что тут и кандидат подходит по данной позиции, на его взгляд, и все карты сходятся в плане мотивации, что самому кандидату интересно. Он уже предпринял столько шагов для того, чтобы достучаться до компании. И самое главное, вы не теряете драгоценное время, потому что очень часто HR-менеджеры банально до откликов не успевают добраться в силу каких-то побочных оперативных дел, которые часть рабочего дня отнимают у HR-менеджеров. И, опять же, возвращаясь к воронке, после составления резюме, главная ваша задача, чтобы вас позвали на интервью. То есть на момент выхода на работу надо делиться на этапы, и, соответственно, после составления, на ваш взгляд, хорошего резюме, очень рекомендую вам обратить внимание не на то, что вам найти надо работу, а вам надо попасть как можно в большее количество резюме, вдобавок, есть большие, все резюме проходят дистанционно, потому вы не тратите время на дорогу, и фактически все интервью там проходят либо в аудио, либо в видео в формате. Интервью – это тот же самый опыт, который нужно и можно тренировать. И чем больше у вас будет интервью, тем лучше, потому очень вам рекомендую, можно больше проходить интервью. А на выходе идеальный вариант – это когда у вас есть какой-то дейлайн, который вы сами себе обозначили. У вас есть несколько, может быть, два, может быть, больше джоп-оферов на столе, которые вы положите перед собой и сделаете выбор плюсов и минусов, такой сравнительный анализ, на предмет того, куда вы больше хотите, где больше плюсов, ну и что подсказывает вам ваше ощущение, ваше сердце. Но в любом случае это должен быть ваш выбор. Вот, пожалуй, так. Также я хотел бы несколько советов дать по HR-части, соответственно, на интервью. Старайтесь, нравится, это всегда видно, слышно, всегда всем нравится. Помните, что не только вас, но и вы выбираете, потому что давайте вопросы, которые важны для вас. Конечно, чаще всего лучше спрашивать про проект, про детали, задачи, краткосрочные, долгосрочные перспективы. Не ваша в компании, а конкретного проекта и видения там менеджера, что с ним происходит и будет происходить. Про перспективы, ну, честно говоря, мне кажется очень странным этот вопрос, потому что по большому счету вам могут пообещать все, что угодно, но по большому счету ваши перспективы в данной компании конкретно всегда зависят именно от вас. Единственное, я бы, наверное, сделал примечание, что если выбирать между консалтингом и внутренним заказчиком внутри проекта, то на мой личный взгляд на проектах внедрения всегда год идет за два у консультанта и тут может быть претерпевая какие-то неудобства, вы всегда выинвестируете в себя, может быть, с такой гиперзвуковой скоростью. И тут есть минусы, что очень много каких-то переработок, но внедрение это всегда хорошо, новые модули, какие-то обычные, как-то CPI, это тоже всегда очень здорово, и я считаю, что работа всегда должна сопровождаться интересом и каким-то ростом в какую-то сторону, хотя даже если вы меняете место работы, на мой взгляд, не бывает два одинаковых места работы, и приходя на новое место работы, вы также узнаете новых людей, новый проект, потому что у каждого проекта есть всегда какие-то особенности. Вот, пожалуй, так. Значит, что еще? Соответственно, если есть возможность и на ваш взгляд ваша работа имеет какое-то непосредственное отношение к монетизации, обязательно расскажите об этом на резюме, потому что, об этом редко кто говорит, но любой проект всегда подзаревает какое-то количество денег, которое на него тратят, и вы должны или можете рассказать о том, как вы приносите деньги компании, посредством чего, если вы это можете сделать, то обязательно сделайте. также о себе обязательно рассказывайте и отвечая на вопросы используйте как можно больше цифр, то есть столько-то лет вы работаете на проектах PIX, столько-то у вас людей в подчинении было, хоть и может, столько-то людей работало на проекте, чтобы показать, что это был за объем проекта. также обязательно рассказывайте про детали вашего проекта, может быть, сказать, столько-то было проектов внедрения, столько-то поддержки. На этом проекте я был единственным консультантом со стороны заказчика или со стороны интегратора, тем самым будет понятие на уровень вашей ответственности, компетенции, то, что вам можно позволить. И, конечно, в рассказах о себе, об ответах на вопросы используете слово «я» как можно чаще, потому на интервью вы продаете себя, суть интервью это самохваление, об этом не надо забывать. С самохвалением у многих людей прям серьезные проблемы, и это очень часто замечаю, тому моя рекомендация, особенно если это видео или скайп-интервью, слева, справа, снизу, перед монитором, положить ваше резюме. Это не факт, что поможет, и вы этим воспользуетесь, но вам абсолютно точно будет как минимум спокойнее, потому что если вдруг что-то вылетит из головы, а интервью это стресс, вы всегда можете посмотреть, и это никто не увидит, даже я сейчас смотрел на лево и право, у меня нет резюме перед глазами, но тем не менее, вы можете прочитать, никто этого не увидит, подготовка к интервью это всегда хорошо, и это всегда здорово. Также может быть перечисление клиентов, на которые вы работали, у которых вы делали заказы, тоже всегда говорит об объеме, уровне проектов и ответственности, через которые вы прошли, но самое главное сейчас могут вспомнить, на каких проектах они участвовали или принимали участие, и сразу хорошо к вам отнестись. Так, еще, то еще. Я думаю, в целом, пожалуй, вот так. Илья, с вашего позволения, я бы предложил, быть может, приступить к нашему опросу, если нету каких-то замечаний и поправок и предложений. Давайте к вопросам перейдем, а затем там еще некоторые вопросы я дописал в чат и потом вопросы слушателей и участников. Так, мне расшарить экран или как? Да, я думаю, лучше экран расшарить, тогда мы будем скролить сверху вниз. Так, видно ли мой экран? Да, отлично видно. все готовы комментируйте, я буду скролить. Да, конечно. К специалистам по SAP, с IPA нравится, чтобы их называли, вы принимаете другим инструментом, операции, пишите в комментарии на вашем линии. соответственно большинство людей у нас выбрало 68, ну почти 70 процентов, это 24 из прокомментированных, что XSYC, IPA, но это, я думаю, такое сленговое название, которое больше для общения в чате и коллегии, потому интегратор-консультант, я думаю, самое то, можно через ТРФ в учреждении всех консультантов, так или иначе называют консультантами, ну в плане PIXI, наверное, это я бы назвал консультант-разработчик, если переводить именно на формат IT, а именно к IT, так или иначе в HR-среде ну и так далее все обычно относят PIXI консультантов, потому я думаю, тут нету правильного ответа, тут больше как привыкли вы это называть, но тем не менее для вас замечательного резюме советую и достойно рекомендую себя называть консультант-разработчик, единственное, если вы называете себя разработчиком, рекрутеры могут подумать, что вы об этом, потому имейте это в виду, и тут SAP XIPI эксперт, мне кажется, самое подходящее, быть может, для вас или консультант, или специалист, тут можно по-разному это называть, вот, пожалуй, так, у нас, я смотрю, да, есть еще четыре коммунентария, шинщик, ну да, это специалист по шинам, я так подозреваю, человек-оркестр, это да, это я бы назвал вообще про всю Россию, можно так сказать, тебе скажу и приведу пару примеров, что мне некоторые консультанты сознательные рассказывают, что они не программируют на ВАП, для того, чтобы на новом месте работы об этом не знали и не используя их еще как оба консультанта, программиста, потому что они не очень это любят и чем меньше может быть об этом люди знают, тем лучше. Предлагаю перейти к второму вопросу, кем вы были до SAPX IPI IPO, тут львиная доля кандидатов ответили на консультантов, а программистам, я думаю, это логично, потому что API XI на мой взгляд довольно технический модуль, и тут нужно понимать и разбираться, а вот также у нас сейчас с техническим администратором ответ, но львиная доля консультантов ответили именно программистам, тут у нас есть комментарии, каким именно, тут не только комментарии, каким программистам, но и консультантам, в общем, это надо уже вкладке отдельные ответы смотреть, ну, в общем, да. И питон, C++, тут я знаю точно, что многие практикующие PIXI также занимаются разработкой на C и на Java, и думаю, на 1S в том числе, потому что в многих компаниях 10 лет поймем SAP есть E1S и с успехом он используется непременно там SQL, C Sharp, C+, ABAP, даже без него. Так что, да, сам я этот вопрос инициировал, потому что у меня был даже запрос лет в день, по-моему, назад, это с 5-летел групп, когда мы искали PIXI, причем нам нужен такой был человек очень светлый и грамотный, но недорогой, и мы искали по запросу сейчас вспомню, PIRISQL плюс Java. Вот такой интересный запрос. Нашли кандидата, ну, надо сказать, он стал PIXI консультантом несколько лет, абсолютно точно проработал с экспертом именно на этой должности, то есть его всему научили, также был еще в другой компании лет 10 назад консалтинговый запрос на PIXI консультанта, причем мы нашли довольно крутого, но он не захотел приезжать в Москву на ПМЖ, но с ним руководители компании договорились для того, чтобы он, причем очень странно, но на безвозмездной основе, насколько мне известно, наверное, предоставлял роль технического руководителя, который потом проводил с новыми кандидатами, которых мы представляли техническое интервью, и, надо сказать, молодого с одним-двумя годами опыта PIXI, по-моему, это XI еще назывался консультантом, мы нашли, так что вот такие интересные претенденты были в нашей работе по этим годам, надо сказать, вот такого примера больше нигде не было, только вот модули PIXI. Так, третий вопрос, помимо SAP-интеграции, кто вы еще на проектах, мне кажется, что всего понемногу, и плюс-минус у нас по диаграмме видно, что примерно в равной доле у нас все есть, вот 12 человек программистов, руководители команды подразделения 17 человеков, постановщик обследования 12 человек, поддержка 13, то есть сервисик 7, на сервисе мастер человека все оркестра 13, так что тут всего понемножку, как многие консультанты считают, что без PIXI совсем не как на проекте, и отчасти я думаю, так оно и есть, потому предлагаю исти к следующему вопросу, где вы ищите работу на телеграм, я думаю, как раз на сайте в канале PIXI, здорово, что он есть, по знакомству это ровно как все консультанты, так или иначе, все почти всегда, мне кажется, переходят по знакомству, а если нет, ну, есть сайты, PIXI, 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 и так далее, я бы не забыл еще и Facebook, там тоже, я считаю, можно найти хорошую работу, ровно как и на LinkedIn, нет, ничего у нас есть, нет, обычно, уведомляю, что в поиске работы и вирусу предложения, я думаю, это как раз, как я это называю, запустить сеть, есть во все источники, плюс ко всем знакомым обращайтесь, и чем больше людей знают, что вы в поиске, тем лучше, ну, а сами предлагают, сарковский консультантом, мне кажется, всегда всем предлагают, потому всегда здорово, чтобы у вас было открытые резюме на хэстантер и на LinkedIn, для того, чтобы вас всегда видели, помогли обратиться как можно больше людей, для этого специально многие консультанты, кандидаты заводят специальную джоб почту, которую время от времени проверяют, смотрят, что туда поймалось и получилось. Так, следующий вопрос, какие кадровые агентства вы знаете по возможности управлять услуги, какие из них пользовались, соответственно, Face, Directe, или сервисы, Sunform, Power, Red, HH, ну, это скорее, мне кажется, джоб ресурсы, но на мой личный взгляд оттуда наверное приходит больше всего предложение о работе, не понимая смысла кадровых агентств, да, случается много кандидатов, которые устали от кадровых агентств, особенно, когда консультантов приглашают в офис кадрового агентства, а на выходе оказывается, что эта вакансия пока вы доехали туда уже закрыта, или вовсе нужен был не PIA-консультант, а вовсе разработчик или базис администратор, просто молодой HR, ничего этого не понимает, да, XRP, K2, это, по-моему, ну да, проф.IT, почти всех перечислили, мне кажется, так или иначе, это создали игроки на рынке подбора САП-кандидатов, не только PIA и XI, я ничего не пропустил, надеюсь. Ну, вот здесь еще было одно мнение, что, а, это, в общем, то же самое, что вы озвучили, что мнение, что от кадровых агентств больше вреда, чем пользы, ну, в общем, это на любителям, как мне кажется. Да, соглашусь с вами, а тебя могу заметить, что не все кадровые агентства одинаково хороши и плохи, ну, ровно как и все люди, немного разные, потому, ну, если вы приняли такое решение, опять же таки, возвращаясь к воронке ваших продаж, все зависит, наверное, от конкретного консультанта и конкретного предложения, но порой бывает даже самый джуниор HR-менеджер, скажем так, если позиция подходит для вас, может быть вашим проводником в компании вашей мечты, и я бы не советовал прям вот так относиться плохо к HR-агентствам, к HR-консультантам, соглашусь, бывают претенденты очень неприятные, но если вы не готовы много времени тратить, советую просто пару вопросов задать, и по даже названию вакансии, я думаю, вам сразу станет все понятно, если компания ищет и АЭКСа, и консультанта, и эксперта, вы можете задать свои вопросы, тем самым сэкономить множество времени себе и консультанту HR, и понять проходит это вашу личную воронку или нет, так что решайте сами, принимайте решение целиком и полностью, я думаю, ваше право. Да, конечно. Так, переходим к следующему вопросу. Как я понимаю, работа с аплодинтегратором сказалась на вашем месте работы, никак не казалось, казалось, прокомментируйте как. Соответственно, тут мы спустимся к комментариям. Ильвина часть переехал в Москву из региона, проекты по границе, зарплата стала выше, появилось желание расти, развиваться в данной сфере, переехал, уехал, последние два года переезда связаны с работой на интеграционной решения, переехал в Москву, начал реагировать в регионе, затем переехал в Москву. Да, соглашусь с тем, что, так как рынок САП в целом по Москве очень перегрет, множество кандидатов уже нашли свою работу в мечте в Москве, скажем так, 50% поиска всегда у нас обращено в регионы, это называется холодный поиск, когда кандидаты порой даже и не ищут работу в Москве, но рекрутеры им постоянно предлагают давайте переедем в Москву, Москва город возможностей, надо сказать, что это действительно так, и в плане рынка САП и в целом можно сказать, что 80-90% концентрации всех вакансий в Москве, так или иначе сконцентрированы, ну, второй город, мне кажется, после Москвы это Петербург, две столицы, два центра, ну, а дальше меньше, так что чем дальше, тем действительно меньше, так что я предлагаю, быть может, перейти к следующему вопросу, единственное, еще отвечая на этот вопрос, небольшую статистику провел в том, что там сейчас по запросам того же Хархантер, там, по запросу САППЯЙ, в Москве 38 позиций, в Петербурге 16, в Республике Татарстан 3, дальше 3 в Воронежской области, дальше по 2 это Свердловская, Башкортостан, Терябинская, Краснодарский край, Саратовская область, Нижегородская область, причем, да, если делать другие запросы, там, по САППО или по САППИ, плюс-минус, такие же будут результаты, что есть, может быть, разница, что после Москвы и Санкт-Петербурга у нас появляется Терябинский край, вот по запросу консультантов, если искать, и искать уже не вакансии, а самих людей, то тут статистика в Москве у нас нашлось 94 консультанта, в Петербурге их 12, дальше Московская область их 11, ну а дальше по 5 в Новсибирской и Свердловской областях, дальше по 2 консультанта в Красноярском крае, Свердловской области, в Башкортостане, в Кантумасийском округе Республики Татарстан, Нижегородской и Липецкой области, то есть, опять же, как я и сказал, Москва это наше все, номер 2, конечно, это Петербург, а дальше плюс-минус уже, наверное, и не принципиально, что забор от России, тот ключевой момент в том, наверное, готовы ли переезда в Москву на ПМЖ или нет, вот, пожалуйста, переходим к следующему вопросу, как работа с АПО, декоратором, так, это уже был вопрос, по большому сказалось тем, что люди просто меняют локацию, потому что в Москве всегда множество перспектив карьерного развития в силу количества позиций, позиций, возникает конкуренция и, конечно, возможность развития. Если вы понимаете, что достигли толка вашей компании и через 2-3 года ничего не происходит и не видно перспектив, то почему не поискать новую работу, ваши роли в экосистеме сап-интеграции в настоящее время на момент опроса несколько если совмечается. Тут в команде заказчика внутренней проекта или консалтин интерфорации у нас самый популярный ответ фрилансеров у нас как всегда немного, их всегда много не бывает в силу того, что фрилансеры обычно эксперты, а их много не бывает, как всем известно. Еще у нас довольно популярный ответ внешний консалт для многих заказчиков. Ну, тут стандартно, как всегда, консалтов и консультантов консалтинги обыкновенно всегда меньше, чем уже специалистов на внедренных проектах на момент поддержки, потому консалт внедряет проект и обыкновенно уходит в силу экономических аспектов. Все компании всегда предпочитают за свой счет поддерживать программные решения внедренные, так как это дешевле, а самое главное это консультант всегда ближнее, ближе, доступнее и, может быть, чуть больше ближе к сердцу воспринимает все запросы от бизнеса. Может быть, у вас есть какие-то комментарии к этому вопросу Илья, где-то, может быть, я что-то не ответил или каких-то дополнений? Нет, все так и есть. В общем, по ответам, по структуре и количеству видно, как мне кажется, то, чем занимается. Да, единственное, я, вернусь к своему предыдущему сообщению о том, что, на мой взгляд, на проекты внедрения это чаще случается именно на стороне консалтинга год идет за два, плюс, как правило, все самые новые тенденции технологии именно в консалтинге всегда внедряются, потому, если вы молодой специалист, то очень рекомендую именно идти всегда в консалтинг на проекты внедрения, так как там всегда самые, наверное, лучшие эксперты на проектах внедрения собираются, без них очень сложно создать какой-то действительно работающий продукт. Дмитрий, еще есть немножко отраслевой специфики, например, у нас часто бывает так, что проекты ритейловые, в них много интеграции, много сообщений, много просто всего намешано именно на интеграцию завязано, и вот на одном полюсе по сложности находятся ритейловые проекты, а на другом, скажем, какая-нибудь условная нефтянка может быть, где и сообщений немного, и на шину не так много завязано, поэтому так и так бывает. Претензии заказчика множество зависит, потому, что даже на крупном проекте мы можем сделать очень маленькое внедрение, ровно как и наоборот, на крупном проекте мы можем оплатить и, может быть, как можно больше всего, и, опять же, тут желание клиента закон, как он сказал, так и будет, но аппетит приходит во время игры, во время внедрения, и очень часто проекты распространяются по мере того, как бизнес видит результаты проекта внедрения, не скрою, что бывают всегда успешные внедрения и неуспешные внедрения, бывают, что нанимают после внедрения еще одну компанию, которая приходится чуть ли не с нуля все переделывать, а и порой даже с нуля, переходим к следующему вопросу, ваш общий рабочий старший специалист САП интеграции, ну тут я несколько неудачно его форму выбрал, надо было явно указать в годах, и поэтому тут сложно статистику подвести, я думаю все в годах именно отвечали, скорее всего, да, ну в общем видно, что есть очень опытные специалисты, есть середина, есть начинающие, ну меньше двух лет, по-моему, я тут не видел. Да, я тебя, знаете, могу отметить вот какую картину, что из SACPI и PSI, ну наверное, это очень интересная область, из нее люди получается не уходят, и может быть это, знаете, для кого-то и есть работа мечты, которую можно выбрать и на ближайшую перспективу не думать о том, что тебе нужно где-то будет учиваться, хотя, несомненно, SACPI не стоит на месте и в нем постоянно что-то происходит новое, и это именно та область, где нужно и можно не стоять на месте, чего-то развиваться, учиться постоянно, добавок, как нам многие консультанты написали, интеграторы, что они человек-оркестр, и Java, и 1S, C+, и C-Sharp, это все про них, это все им интересно, и они активно этим занимаются, мне кажется, это вот та самая профессия, где никак системный администратор можно все настроить и дальше пить чай, смотреть на систему мониторинга, если все окей, заниматься своими делами, это та самая область, где если ты все настроил, ты можешь заниматься множеством других областей, и в этом я считаю эту профессию, этот модуль очень интересным, и может быть бездонным, без каких-то количества четких грани, так что предлагаю перейти к следующему вопросу, вашей мысли о программе труда, вопрос к режуторам или руководителям или коллегам, это анонимно, будет обновлено обновлеченно прокомментировано впоследствии выражено на YouTube-каналы, то есть, как я понимаю, это наоборот, не анонимно. Почему? Вопросы же не имели авторов, то есть в самих опросах нет поля автора, имя, фамилия и прочее, задавать можно было без регистрации и все. Я понял. Как попасть от SAP? Ну, тут опять же таки предыдущие мои рекомендации про активные продажи себя, советов немножко больше в плане того, что есть список партнеров в SAP на сайте SAP СНГ. Я думаю, тут, Дмитрий, все-таки вопрос именно про SAP СНГ или SAP СЕ глобальный. Я от тебя могу прокомментировать, что в чате есть несколько людей, в том числе я в штате SAP. Именно сейчас московский SAP Consult не набирает интеграторов, но периодически это происходит. Плюс есть возможность в питерском SAP устроиться в поддержку. Там тоже от питерского SAP от команды АГС есть Active Global Support и Premium Engagement. Тоже в чате есть представители. То есть, если вы очень хотите попасть, пишите мне, например, я буду пытаться дать советы, основываясь на своем опыте, и дам контакты людей, с кем вы можете обсудить свое желание попасть в штат SAP СНГ или корпорации SAP. Но в целом следите за вакансиями, они все публикуются на SAP сайте карьерном и отслеживайте этот вопрос. Я хотел обратиться к другому разделу SAP СНГ, где есть список SAP партнеров, а именно компании консалтинговых интеграторов, которые занимаются внедрением SAP в другие компании, и можно этот SAP пишет компании забрать, посмотреть, какие у них есть открытые позиции на джопсайтах, оставить подклик на эти позиции, если есть подходящие, по вашему интересу. А также активно найти рейтер-менеджеров из данных компаний в соцсетях, в литрине, написать им напрямую о том, что мечтаете работать в их компании, на позиции SAP консультанта, SAP разработчика, администратора. Очень рекомендую, правда, быть может, откликаясь на какую-то конкретную позицию, говорить, что вы мечтаете работать именно с данным модулем, потому как консультант SAP звучит очень широко и вообще непонятно, что значит на самом деле. А вот конфидант API или логистика уже о чем-то говорит и быть может говорит о том, что вы уже произвели какой-то выбор для себя и уже на конкретную позицию стучитесь к конкретному менеджеру. Потому что все средства хороши и как вы сказали, писать всем, не стесняясь этого, тут мне кажется даже эффект будет хорошо, просто все поймут, что вы очень хотите и очень мечтаете работать. На мой личный взгляд на том же Headhunter и LinkedIn всегда есть строчка кем вы хотите работать и вот эта самая строчка я называю строчка мечты. кого вы там напишете, тем вы и станете. Если будете только очень хотеть этого и к этому прилагать как можно больше усилий. Не факт, что это произойдет быстро, но если этого очень хотите, то обязательно вы найдете работу. Практика показывает, что за несколько месяцев это возможно. Плюс также насколько мне известно на сапфоруме телеграм канала можно попросить у экспертов документацию, с которой обычно консультанты делятся и можно начать свое самообучение даже не обладая ключом лицензии сапф. Теория это уже очень хорошо. Светлые головы так или иначе всегда всем нужны, особенно если человек готов работать чуть ли не за еду, а главное за идею, чтобы стать сап-консультантом. Следующий вопрос. Как часто текущий работодатель перебивает ставку, уговаривает специалиста после согласования джок-офера нового работодателя? Я думаю, речь идет про контр-оферы. Это имеет место быть? Не скажу, что часто. Но тут не попробуешь не узнаешь это тот самый случай. Кто-то говорит, что да, конечно, иди. Кто-то начинает устраивать скандалы. Кто-то говорит, что ну, да, конечно, я все понимаю. Тут каких-то сценариев не может быть. Но я себе бы дал совет, что две недели должны отработать РФ. если граждан этого требует, если просят хорошие дружеские отношения, то треть недели это тоже можно сделать, особенно если нужно довести проект до конца. но вот когда просят уже четыре или более недели отработать, мне кажется, это уже не очень честно. И исключительно ваше решение. Есть смысл работать столько, отрабатывая при переходе на другое место работы или нет. Многие кандидаты еще неделю посередине берут для себя, чтобы отдохнуть и выжить и выйти на новое место работы свежим и бодрым. Тоже очень рекомендую очень хороший ответ и совет при переходе на новое место работы. И дальше как много сейчас вариантов удаленной работы. Я сказал бы их стало намного больше, плюс многие компании сейчас предлагают фактически вам новую работу, если предлагают на период пандемии, а мне кажется, она уже вторая началась удаленно, в любом случае это сейчас будет. Я вижу, что, наверное, до нового года вряд ли кто-то выйдет на работу, быть может быть в декабре, если в этом смысл, вот вопрос. Потому удаленная работа, мне кажется, дальше будет все больше и больше, и I-Module нам позволяет. Об этом мне подсказывают, что какая средняя зарплата по рынку в Москве. Я бы сказал, 150-200, наверное, есть зарплата сейчас средняя по рынку, хотя то, что творится сейчас с рублем, мне кажется, дальше больше, абсолютно точно, позже его увидим. но сейчас эксперт это 200, мне кажется, может быть, 180. Опять же таки, тут важно тому, насколько вам это все интересно, близко к дому, интересен проект, многие консультанты даже меняют работу без увеличения зарплаты, но зато там проект внедрения, рядом с домом и мой давний друг, мой руководитель, и я понимаю, что попадают очень классно в дружелюбную среду. Так что, опять же, дело кроется в деталях, тут все зависит от деталей, иногда бывает, вам предлагают 250 тысяч рублей, но ездить вам нужно каждый день в офис и еще задерживаться на работе, а ездить нужно в офис на другой конец Москвы. Так, значит, переходим к следующему вопросу. На взгляд Дмитрия, доля пьящиков пьящиков в общей массе саперов по спросу поиска кого у меня вне Дмитрия рекрутеров о трудности поиска пьящиков. Ну, на самом деле, это не потому, что, мне кажется, чуть ли не тот самый модуль, который переназывают раз в два года, и по-моему, это еще не конец. Потому, именно в запросах, две буквы для запроса, для модуля, это не очень здорово, на мой личный взгляд, но как-то мы к этому уже приноровились, чтобы помочь рекрутерам себя найти, обязательно пишите и в названии желаемых позиций, и в названии всех ваших доложенностей SAPI, XIPO, интегратор, и пусть это обязательно звучит как можно больше и везде, чтобы прямо пристрелило ваше резюме этими аббревиатурами и их расшифровками тоже обязательно. Скажем так, вы должны помогать рекрутеру найти себя всевозможными путями, плюс, не скрою там тайну рекрутеров, есть запрос, где мы ищем именно по должностям и по названию должностей. Потому, ни в коем случае не смотрите трудовую книжку, как вас там назвали, это по большому счету HR-менеджерам не важно, важно, чем вы занимаетесь на самом деле и как в целом люди обыкновенно называют эту должность. Вот, пожалуй, так. Так, вижу, ребята, поделитесь архивным документацией. Еще тут предыдущее есть, что мнение человека, что думал, что не будет работы в 2021 году и пойду в отпуск, но предложений много, ставки не падают. Да, работа была, есть и будет, не забывайте, что в начале 2021 года как всегда все запланировали бюджеты, проекты, а САП, как бы не грубо звучало, это игла, на которую, если сел, то очень тяжело слезть, и в плане поддержки проекты абсолютно точно были, есть и будут, что уж забывать про то, что рано или поздно мы все перейдем на Хана, и все там будем, кто еще не там, то обязательно, так как рано или поздно поддержки всех остальных версий закончатся, в 2021 году, ровно как в 2022 работа была, есть и будет, быть может, правда, ее станет не так много, как было раньше, тебя скажу, что есть у рынка труда вообще в целом по миру, по России, скажем так, самые огненные времена, а именно самое жаркое время и горячее это сентябрь, октябрь и, быть может, ноябрь, дальше у нас вместе с весной рынок труда тоже расцветает, потому это номер два, для смены места работы, где-то все начинает оттаивать в конце февраля, к маю, а к маю все уже начинают планировать свои отпуска, потому лучше, конечно, до майских праздников найти новую работу, лет, это, наверное, номер три в нашем рейтинге, и номер четыре это зима, когда после майских праздников довольно длинных в Российской Федерации у нас люди просто еще раскачиваются весь январь, пытаются принять бюджет на следующий год вместе с контрактами, потому тут, наверное, позиции меньше всего, ровно как и откликов от самих кандидатов, которые также раскачиваются вместе с всеми остальными людьми, начальниками компаниями. Так, не хочу ничего решать, хочу 400 килотонн, я так думаю, это тысяч рублей, здорово хотеть, мне кажется, лучше всего такие деньги получать, когда вы фрилансер, это 20 тысяч рублей в день, в среднем у нас в месяце 20 календарных рабочих дней, потому вот вам получается 400 тысяч рублей, конечно, там небольшие налоги нужно как ИП отдать, но плюс-минус как раз 400 тысяч рублей будет получаться, это вполне реально, но чтобы в штате получать такие деньги, нужно быть большим руководителем, я думаю, всей интеграции и не только PIXI, и помимо этого, я думаю, множество других продуктов будет в работе у вас. Сейчас секундочку, постараюсь найти еще может быть вопросы, на которые мы не ответили, какие качества хотят иметь образователи в интеграторах, не считая профессиональных, я очень рекомендую всем работать на каждом вашем месте работы, как минимум два года, если эти два года показывают, что ничего не меняется в вашей компании, это дает вам право начать смотреть по сторонам, искать новые вакансии, потому обычно через два года вы точно узнаете наверняка все возможные перспективы всех руководителей и перспективы вашего карьерного роста и проектного роста для вас обычно становятся ясны. Где обычно рекрутеры ищут консультантов PI, тут джоб-сайты «Петхантер», «Суперджоб», «Фейсбук», «Свои базы данных», которые мы пополняем на этих сайтах, непременно LinkedIn, запрещенный в России, но все мы знаем, что можно его через VPN обходить, так что тут тоже для нас айтишников больших трудностей нету при пользовании данным ресурсом. Кто оформляет, так, пропустил еще один вопрос, следующий, как средний запрос по доходу от искателей, какое среднее предложение по доходу от работодателей, опять же, все зависит от вашего опыта, тут я, знаете, советовал бы что если есть какая-то цифра меньше, которую вы не хотите получать, я ее на джопсайтах очень рекомендую написать, потому что очень часто бывает тот самый момент, когда мы видим очень крутого эксперта и думаем, что быть может он может очень сильно на нас ругаться, если мы представим позицию рядового я и консультанта, а у него ситуация такая, что ему как можно срочно и быстро нужна работа и он даже готов в компании рядовым консультантом работать за 150-200 тысяч рублей, потому если у вас есть какая-то цифра и вы можете ее написать, рекомендую вам ее написать, так даже молодым HR-ам станет понятно какого уровня зарплаты или предпочтений вы хотите получать. Вдобавок всегда можно сказать, что ниже этой цифры я не получаю, сколько у меня есть сейчас, но при переходе на работу я хочу плюс 15-20-30 процентов дельфин иметь плюс к моему нынешнему месту работы для повышения моей мотивации. Кто формирует эти цифры? Соискатели, подстраиваются под работодатели и наоборот. Вы знаете, по-разному бывает. Бывает вакансия мечты, в которой все мечтают работать на 250 тысяч от PIA экс-кассультанта, а в старт это на руки, плюс еще есть какие-нибудь годовые бонусы и все мечтают работать в этой компании, где, допустим, стартует проект с нуля. Но, опять же, эта компания может находиться неудобно конкретно для вас вместе, нужно будет работать в офисе, особенно на моменте внедрения, где нужно множество бесед устраивать лично с заказчиком, потому тут все детально, но от себя скажу, что когда к вам поступает предложение, наверное, меч на вашей стороне, когда вы ищете работу, наверное, на стороне заказчика. в целом, сопрынок, я бы назвал, что все-таки это, на мой взгляд, больше рынок сотрудников, консультантов, нежели работодателей, потому, что количество экспертов всегда на рынке не сильно большое, и если кто-то нужен прям большим советным опытом, то, скорее всего, эта работа будет, наверное, на стороне консультанта, и вы вправе качать свои права и выбирать работу по своим каким-то принципам. Почему некоторые вакансии висят на кх-м месяцами, годами? Ну, во-первых, нескольких консультантов нужно, во-вторых, может быть неудобное расположение офиса, а в-третьих руководитель может искать не зная кого, в-четвертых это может быть все что угодно, вплоть до того, что нам нужен крутой специалист, но на 150 тысяч рублей, и пока внутренне к консенсусу не придет руководитель, что не найдет он такого офиса не в жизнь, эта вакансия и висит. Быть сможет, сами знаете, проекты SAP внезряются порой волнами, когда мы точно знаем, что SAP PI XI консультант нам не на первой волне, на второй понадобится, но мы точно знаем, что через полгода он должен приступить к нам работу мы вешаем на тот же хэрхантер и позицию, что ищем XI PI консультанта и фактически собираем базу данных консультантов, путно общаясь с ними и говоря о том, что мы ищем консультантов к такому-то числу, плюс если это фрилансер, многие фрилансеры какого-то конкретного числа начинают освобождаться, кто-то говорит, что у меня контакт до 31 января декабря 2020 года и с 1 января я готов рассматривать предложение о работе, потому всю эту информацию мы начинаем собирать, можно сказать, большие данные обрабатываем и поэтому многие позиции висят долго, плюс не забывайте, мы же не можем повесить позицию, допустим, ведущий или консультант, если у нас написать, что нам нужно 10 таких консультантов, потому позиция закрывается, люди выходят, но позиция висит, потому что проект большой и нам нужно несколько консультантов, потому это частный случай, все пропало, так что тут нету правильного ответа, это всегда частность конкретных случаев, прекратите предлагать смешные зарплаты, но предлагаем мы не, мы обучиваем конкретно реальные предпочтения клиентов, заказчиков, от себя скажу, что с зарплатами 150 тысяч рублей, конечно, к нам давно не обращались, но я точно знаю, что многие Excel консультанты именно столько и получают, но при смене работы 200, конечно, более реалистичная зарплата, может быть 250 или даже 300, но это уже скорее в сторону архитектуры, более же руководство проектами интеграции. Люди почти без опыта требуют 200 тысяч рублей, но они могут требовать 200 тысяч рублей сколько угодно, ключевой момент в том, что им никто не даст без опыта 200 тысяч рублей, а если даст, ну что ж, тогда их карта сыграла, но я очень мало знаю таких прецедентов на 200 тысяч рублей дают консультантам, но я вам еще раз скажу, что 200 тысяч рублей иногда консультанты требуют не стоя этих денег, это такая вежливая форма отказа, когда вы не говорите нет, вы говорите, что на 200 я пойду, но это просто говорит о том, что не очень-то вам нужна новая работа, и если вас позовут на интервью на 200, наверное, тогда стоит сходить, это для вас будет резонный мотив, а если нет, значит не стоит, а найти можно стажера или эксперта, тут соглашусь с вами, что всегда менеджеров не сложно найти, хотя бывают случаи, что и менеджеров сложно найти, и как раз проблема найти кого-нибудь с тремя-четырьмя годами опыта, экспертов, так уж практика показывает, что мы обычно всех знаем, а вот именно молодых таких обыкновенных консультантов их как раз сложно найти, и обычно их все ищут. Дмитрий, тут забавно, что эти два мнения рядом, одно мнение прекратите предлагать смешные зарплаты, и тут же жалоба на то, что люди просят много денег, то есть два таких полюса, по-моему, встречались. Да, соглашусь с вами, но тут сколько людей с торопией мнений, потому здорово, что и правда, они рядом, можно рассуждать на эту тему сколько угодно, но всегда есть так или иначе конкретная вакансия, конкретный диапазон зарплат, который готов предлагать тот или иной работодатель, и не судите срога рекрутеров, что мы не приходим к вам сразу к вакансии конкретной зарплаты, работодатели очень часто просят не называть в ультимативной порой форме конкретную зарплату, потому мы не можем ее сразу написать, а это скажем так, что-то около NDA, соглашение, которое мы не можем при первом контакте с кандидатом оглашать и сразу выливать на рынок эту, быть может, инкогнитое информация, закрытая. Вот так. Так, вопрос к рекрутерам, насколько часто появляются запросы от западных компаний. они появляются, но не часто по интеграции из России, в чем основное отличие требований по сравнению с требованием из РФ. Я думаю, знание английского языка – ключевой момент. Где-то раньше требовалась релокация, сейчас, наверное, на период пандемии не требуется. я бы сказал, что не очень много таких запросов, но они бывают, и мне кажется, всегда очень здорово поработать за рубежом, особенно, если это дистанционная работа, и, конечно, между нами там совсем другие ставки, совсем другие зарплаты, а самый главный международный опыт, это вообще рынок труда намного шире, чем российский, так что тут заполучив английский язык, и опыт на международном проекте, вы свое подворье очень сильно расширяете, вплоть до релокации, ну, а самое главное, вы, мере, заполучив международный опыт, вы его потом можете стиражировать на российские предприятия, и, может быть, какой-то вклад уже в Россию приносить, что тоже придаст вам стоимости дополнительной, и вы всегда будете интересны для всех заказчиков. Я еще дополню, вот, скажем, российскому рефальщику, может быть, будет труднее перейти на международный рынок, чем пиарщику, пиар очень востребован, и пиар, и си пиар на международном рынке очень востребованы, как мы все знаем, там очень много индусов, куда, на этой вакансии, и к русским ребятам там хорошее отношение, в целом сложилась хорошая репутация, а скажем, файщик, который работал с российским модулем учета, и так далее, он в России, конечно, может быть, больше денег получает сейчас, но ему переучиться за рубежом будет гораздо сложнее, чем вам. Да, соглашусь с вами, в Африке есть свои особенности, как минимум, это законодательство финансовое, каждой отдельно взятой страны, они очень сильно различаются, и очень много есть особенностей, как мы сказали раньше, пиар и интеграция довольно техническое направление, потому тут знание английского языка между нами говорят на 50%, вы его уже знаете, потому что все технические термины так или иначе англоязычные происхождение имеет, и самая главная проблема в том, что очень много IT-консультантов не понимают того, что IT-язык разговорный для IT-специалистов, саб-специалистов, он, ну, можно сказать, довольно ограниченный, и в большинстве своем вы его уже знаете, потому тут практика, не стесняйтесь, даже если он у вас, на ваш взгляд, интермедиа, то вам уже надо всем говорить, что он у вас разговорный, не попробуешь, не узнаешь, а я вам скажу, что очень много жалоб от моих клиентов скользь идет в сторону рынка консультантов САП Индии, во-первых, в силу, быть может, произношения, оно довольно специфичное, а самое главное это именно конкретное отношение к работе, к проектам, скажем так, качество наших консультантов и их отношение к работе во множество крат лучше, потому, скажем так, я считаю, вот как раз наши российские консультанты сильно недооцененными, но я думаю, дальше больше все зависит от вас, вы представляете наше российское представительство, потому надо пробовать, не попробуешь, не узнаешь, а, как говорится, если вам отказали, то вы остаетесь при своих, если вы получили, попробовали, прошли интервью, а интервью это тот же самый опыт, который надо тренировать, это плюс вашу копилку опыта по прохождению интервью, плюс не подошли вы на это интервью, но вас отметили и вы попали уже в какую-то базу данных, возможно, для следующей позиции вы окажетесь именно того самого опыта, а самое главное, что, общавшись с вами, через год вы станете только лучше, и те рекрутеры это понимают и звонят вам уже в самом моем позиции именно через год, а та же самая компания может вас взять на работу. Так, следующий вопрос, приходится проводить XBES и популяризацию для хантеров, заказчиков и агентств на тему налогов на штатного сотрудника, да, тут, да, как противоположность этой ДПМ как раз, то есть при числе зарплаты штатному сотруднику 240, налога получает 120 тысяч рублей, итого затрата 360, что равноценно ставке 15-20 тысяч рублей фрилансерам. Я бы тут сказал, что он очень часто, когда вы общаетесь с HR, это совсем два разных бюджета, скажем так, бюджет ИПшников, он скорее идет к бюджету IT-департамента, и там им распоряжается CIO, IT-директор, на рекрутмент в штат компании, это уже HR-департамент, я соглашусь с вами целиком и полностью, что порой намного выгоднее взять своего человека, но зато он у тебя будет работать долго и счастливо в штатке с твоей самой компании, можно взять и проектного консультанта, который придет за период проекта внедрения, мало того, что у вас будет суперэксперт, за этот год вы еще можете двух-трех консультантов вместе с ним обучить с нуля, что тоже пойдет на пользу вам как компании, вам как HR-у, и рынку специалистов, их станет больше, мне кажется, чем больше консультантов, тем лучше, их, на мой взгляд, всегда не хватает. Так что от себя скажу, что в Ликбез постоянно HR-рекрутеров надо проводить, потому что по большому счету именно у вас и в общении с вами дорогие наши консультанты, мы приобретаем нашу экспертизу, вы нас всему учите, от себя я могу сказать, что мне кажется, все, что я знаю на данный момент времени, я знал из общения с консультантами, с заказчиками, и именно в общении с вами мы понимаем, какие вопросы стоит задавать, на какие наши действия вы реагируете крайне нервно, быть, остро, и стараемся больше таких не предпринимать усилий. Так, вопрос про 500 тысяч рублей, где-нибудь пиащики платят? Плачат, но это уже не просто пиащики, это уже, я думаю, руководители интеграции в больших корпорациях, я думаю, вполне, плюс, если мы еще с вами возьмем 500 тысяч рублей, не как месячный доход, а как средний месячный, среднегодовой месячный доход, то тогда у нас получится что-то около, там, не знаю, 300-500 тысяч рублей, плюс бонусная система в каждой компании отдельно стоящей, можно отвечаться друг от друга, где-то это 3-5-6 окладов, где-то 20-30 процентов годового дохода специалиста, и, да, в штате можно получать такие деньги в среднем по году, если разбивать месяц, и, конечно, как индивидуальный приниматель, фрилансер, вы тоже можете получать такие деньги как ИП, ну, а если уже посмотрим на западный рынок, то там в рублевом эквиваленте ИП, вы абсолютно точно сможете получать эти деньги, не скрою, что на западе всем платят зарплату в долларах и евро, мы можем посмотреть на курс валют и понять, что для западного мира это не такие уж и большие деньги, средняя зарплата или вилка как в целом обстоят дела на рынке, много ли вакансий, большой ли отклик, как много молодежи, в САП идет в частности, сколько времени занимает поиск специалиста, поиск специалиста может занимать неделю, вопрос, что мы подразумеваем тут, мы можем считать сам поиск кандидатов, допустим, может занимать неделю, мы можем считать как момент от принятия позиции до выхода консультанта на работу, тут это как правило от одной недели, если кандидат свободен, до месяца, если кандидату нужно пройти интервью, отработать две недели, вот вам месяц уже и получается, плюс многие большие компании в связи с логой безопасности, это еще плюс неделя на прохождение где-то даже бывают полиграфы детектора лжи, это тоже какое-то время занимает в некоторых компаниях, как вы все знаете, бывает несколько этапов интервью, два и пару, и даже три, и тут может растягиваться момент поиска даже на два-три месяца, иногда и на полгода, если, допустим, это руководящая позиция, и не можем мы никак найти руководителя нашей мечты. Что еще? Средняя зарплата, ну, мне кажется, около 180-200, вот уровня К3-К4 консультанта, примерно так крутится зарплата ИАЭФСА консультанта, где-то 130-160, но, опять же, я говорю больше про рынок Москвы, так как он самый большой, а вот в регионах, конечно, несомненно, люди получают меньше, так было, есть и будет в ближайшей перспективе, я думаю, абсолютно в ближайшие перспективы годы. Много ли вакансий, ну, как мы уже обсудили, вакансии есть, были ли, будут, сложно прогнозировать с прогнозами и с рисками, их очень много, мне кажется, я вообще давно завязал, так, верим в лучшее, надеемся, пока мы что-то делаем и работаем, жизнь идет, так что надо не останавливаться, работать и надеяться на лучшее. Много ли вакансий, они есть, большой ли отклик? Мне кажется, отклик всегда небольшой, потому мы при каждом нашем поиске пытаемся повестить как можно больше консультантов по данному модулю о том, что у нас есть позиция в таких компаниях, иногда мы это делаем, быть может, повторно, с одной позиции приходим несколько раз, это условно несовершенностью, быть может, нашей базы и источников, которых ищем, за это приношу извинения, но помните, это только с наилучшими побуждениями, для того, чтобы вы точно прочитали наше сообщение, ну а я думаю, что если вы не отвечаете, значит вам неинтересна конкретно сейчас конкретно данная позиция, если есть интерес, всегда открыт для вас по WhatsApp, по телеграмму, e-mail, или мобильному телефону, как вам удобнее, как много молодежи идет в SAP, идет довольно много из, мне кажется, разных направлений, кто-то из бизнеса, кто-то из программистов, кто-то сразу со студенческой скамьи, потому что ходят легенды, сколько консультанты SAP получают в отличие от IT-специалистов, и многим это кажется довольно заманчивой перспективой, для того, чтобы попробовать начать себя найти в этой должности. так, в частности, API, мне кажется, в среднем всегда какое-то количество API хотят уйти, не скажу сколько, но они всегда будут, есть и будут. я на все вопросы Илья на вас ответил. на все вопросы, я тогда из чата еще зачитаю некоторые вопросы, и потом дадим коллегам возможность задать голосом. Про Индию мы с вами общались, вообще вот индусские консультанты присылают свое резюме, там просят найти работу или нет, есть такое явление. Да, присылают, но обычно это все на английском, и знания русского не отсутствуют, потому они нам только по этому параметру не подходят, так как у нас в основе своей все вакансии всегда в России, в Москве, в частности большинстве своем. Понятно. Раньше вот было такое требование число проектов полного цикла для саб-консультанта. это требование еще со стороны работодателей или заказчиков появляется, и как оно для саб-интегратора вообще, помните, что оно такое есть или нет, как считаете? Я считаю, что всегда в позиции нужно относиться как к чему-то такому стопроцентному чему хочет компания получить от консультанта, но всегда давать поправку, что мы эти живые обыкновенные люди. Кто-то знает слева лучше, кто-то справа лучше, кто-то в разработке, кто-то в администрировании, потому, скажем так, если по названию позиции вам кажется она интересной, то всегда надо пробовать, порой в моменте своего первичного размещения позиция претерпевает какие-то изменения, и там через неделю уже какие-то пункты оттуда могут удалиться, или вовсе быть не важны, а именно очень часто как раз пишут про эти реальные опыты внедрения, а на выходе они не сильно нужны, потому что там речь идет о внутреннем заказчике, а ему нужно, чтобы вы фактически не в моменте внедрения были, а поддерживали их продукты, работали недолго и счастливы на какую-то зарплату, которая для них приемлема, потому я всегда советую не судить сильно строго описание позиций по обязанностям и по требованиям, а скажем так воспринимать это как что-то такое идеальное стопроцентное, чего мне кажется в нашей не совсем совершенной галактике не существует, не стоит судить всех как сто процентов и относиться к всему с пониманием, что есть где-то пункты, которым стоит относиться посерьезнее, а каким-то нет, но мой совет всегда если есть вопросы задавать, если есть сомнения тоже пытаться их развеять, может быть ответом на вопрос насколько для вас там этот пункт критичен. Практика показывает, что не всегда сам встречал множество презентантов без полного проекта, но с намного большим пониманием модуля в экспертизе, чем у людей, которые прошли проект. Вы сами знаете, что некоторые люди прошли по несколько проектов, но как-то так случилось, что не в той роли, которая нам нужна, фактически этому условию они технически соответствуют, а на выходе вы им зададите вопросы, пойдете под спочком вопросы в них технические знания и поймете, что никак вам не подходит, если может быть только на стажера, а нет, то он себя как раз тем самым консультантом за 200 тысяч рублей. Понятно. Появление работных сайтов лет 10 назад как-то подбор изменило в целом для саб-консультантов? Ну, Я думаю, раньше это действительно все было по знакомству. Раньше, я помню, начинали еще сайты очень большой, популярный был Job.ru, потом купил Headhunter, потом отобрал все Job.ru, были еще также работа и зарплата очень популярные, но сейчас они специалисты не очень подходят, не подходят, не подходят, не подходят, не подходят, не подходят, а также а также а также а также дмитрий, звук пропадает немножко, он как-то искажается, коллеги, напишите в чат, у вас как звук хороший или нет, может быть, слышно, но с искажением, да, вот пишут в чате, что плохо, да, до этого хорошо было, будто микрофон сменился, это работа, которая, которой нужно заниматься, нужно ей уделять много времени и, возможно, каких-то выходных у вас не будет, потому что вы будете в выходные заниматься именно этим. Еще вопрос, иногда появляются странные вакансии человека-оркестра, где там в том числе интеграция, ну там и тут же требуют 1С и так далее, и они еще и висят долго, бывает, мы их обсуждаем, вот вы как думаете, работодатели это просто копируют рабочие должностные обязанности предыдущего ушедшего человека и пытаются, что вот такой человек ушел, который все это делал одновременно, дайте нам такого же, либо они как-то пытаются несколько одновременных потоков закрыть одной вакансией, либо как ваше отношение к таким вакансиям? Ну, я вам скажу, что вообще мне кажется в России так принято, искать человек, который будет делать все, и в лице как раз интегратора он часто и находит, особенно если компания не очень большая, то инициативный человек может сам себе придумывать много работы, потом рассказывать, что же он делает, а со временем понимать, что нету отдачи от руководства и фактически уходить на новое место работы, где его будет ценить, любить, платить больше, и ему будет интересно, а потерявший такого специалиста работодатель пытается найти на те же деньги такого же человека, но это, как правило, всегда невозможно, и тут ключевое, наверное, для выделить что-нибудь такое самое главное из этих всех требований, которые перечисляются, но между нами говоря, обычно, если есть множество всяких интеграционных аспектов, то, конечно, лучше искать SAP PI, XI консультанта интегратора, ну, а все остальное как будет плюс, всему остальному можно учиться, вот SAP, как показывает практика, довольно сложная, да и все, наверное, смогут, потому это стандартная такая боль HR, когда спускают нам такие позиции, и очень часто, как я раньше сказал, в период поиска мы понимаем, что какие-то требования можем ослабить, и они не очень важны для нас, и для работодателя в том числе, а есть главные, по которым от СИИ и происходит со стороны работодателя, так что тут, я думаю, это вот все то, что вы сказали, это имеет место быть, это и руководитель хочет найти такого же, и кто-то руководителю сказал, что такие бывают, а кто-то руководителю сказал, что там все BI-щики, XI-щики, так и это все и вообще должны уметь делать, куда там ни копни, все они так делают, там, ну и чуть ли не за 150 тысяч рублей без проблем такого человека найдешь, там, у нас там, не знаю, в Перми такие были, ну и я думаю, в Перми может быть и правда, такие есть, за 150 тысяч рублей, это нормальная зарплата для Перми, но для Москвы это точно минимум 200, я так думаю, потому что вы рассказали, вот, пожалуй, так. Еще вопрос, наверное, последний из чата, как часто хантеры или кадровые агентства проводят мониторинг рынка, когда выкидывают на сайте вакансий, которых на самом деле нет. То есть, вот, можно ли понять, есть эта вакансия на самом деле, по ее тексту, или ее там, есть какая-то позиция, допустим, в трудовом расписании, в штатном расписании, надо ее заполнить, ну, и без человека как-то, видимо, справляются, видимо, автор вопроса как раз такую ситуацию имеет в виду. Ну, к сожалению, нет, тут без звонка или общения с рекрутером вы этого не поймете, но сейчас-то, да, есть вот такой, наверное, блок, что вы можете спросить у HR-рекрутера агентства про эту позицию, а он этого даже не знает, потому что ему никто это не сказал, а он и не спросил. И, возможно, это вообще закрытая информация, потому что там, либо проект на стадии пресейла, либо он на стадии там, продажи, но уже где-то в финале, либо, ну, да, если там это еще финале и ретенды, то все обычно там не рассказывают, что же это за клиент, а вдруг сорвется и там рынок узнает и так далее, потому и получается такая очень странная ситуация, что никто ничего не знает и никто ничего не рассказывает, чем вроде нужно, но фактически такая фантомная позиция. Ну, и есть еще такое, что когда у HR менеджера вакансий мало в работе, а эту зарплату нужно как-то обосновывать, а он занимается оптимизацией базы данных кандидатов, скажем так, накапливать кадровый резерв, это так называется в HR сфере и просто такие вакансии на будущее висят для того, чтобы люди откликались ими пополняли базу данных ну и так далее, и тому подобное, так что вы никогда не узнаете, не пообщавшись с HR менеджером как минимум и не поймете его степень неосведомленности и посвященности, но мне кажется, ничего вы не теряете, прислал свое резюме и задав пару вопросов, понятно, вопрос голосом сорвался, вы на него уже ответили в ходе ответов на другие вопросы, так, коллеги, готов, или вы сами можете размьютить, или если не получается, я могу вас на микрофон подключить, либо пишите вопросы в чат, мы уже два часа общаемся, почти, вернее, два часа, думаю, что многое прозвучало, будет выложено на ютубе, но готов вас подключить сейчас на прямую связь. Так, мы ждем же, да, кого-то? Мы, ну, давайте еще полминуты подождем, пока вопросов нет, наверное, уже все услышали все, что хотели, потому что очень много было озвучено, мне лично было очень интересно. Ну, это очень здорово, я думаю, это и есть самая главная цель. Да. Просветить кандидатов, на самом деле, если вы что-то умеете, то это уже очень здорово, всегда себя можно сравнить с кем угодно, да хоть, не знаю, со стройки, или с человеком, который в IT вообще ничего не понимает, и вот самооценка сразу будет намного выше, интервью, вследствие чего, будет проходить всегда намного лучше, ну, да, самое главное, помните, что на интервью вы всегда себя продаете, и нужно вот рекрутный процесс, как в каждый любой момент, разбивать на какие-то фрагменты, то есть в моменте резюме, его доступности в моменте интервью, телефонного, скайпа, прохождение чара, вам его тоже надо будет пройти как в компьютерной игре, дойти до босса, получить джок-офер, а уже потом принимать решение про вас это вакансия или нет, а тебе скажу, что все мы, слава богу, свободные люди, потому мы можем принимать любое решение на каждом этапе и шаге, единственное, есть две некрасивые вещи, которые может делать сотрудник, первую, это сказать, чтобы прийти на интервью и не прийти, даже если это скайп-интервью, и не предупредить, конечно, перед этим, потому что если вы предупредите, ну это тоже нормально, всякое случается в жизни, течет, изменяется, и вносит свои коррективы, всего не предугадаешь, и второе, это подписать джок-офер, сказать, что выйдешь на работу и так же не выйти, это вот прям очень плохо на это реагирует в целом работодатели, многие даже после такого вносят специалиста в черный список, и после этого фактически вам закрыт вход в данную компанию, даже через множество лет. Да, это понятно, а Дмитрий, вот такой вопрос я вспомнил, как часто просит не обязательно ProSup-интегратор, а просто ProSup-консультанта найти именно фрилансера, такое там соображение, что нам не нужен человек в штат, нам нужен там человек на три месяца сделать какую-то задачу, такие запросы поступают или это крайне редко? поступают, я бы сказал, реже, чем по всем остальным модулям, всего, наверное. Я тут даже не про модуль говорю, а про тип запросов для поиска саб-специалиста, хоть и файщика, хоть там с бутеррика, но просто нам не нужен человек в штат, нам нужен просто под какую-то разовую задачу на сколько-то месяцев фрилансер, либо договор ГПХ, там неважно какая форма оформления, то, что ограниченный по времени контакт. Да, конечно, это частая история, к нам постоянно такие запросы идут, и больше того, скажу, некоторые компании к этому вполне нормально относятся, вплоть до того, что дают позицию и говорят, смотрим всех, будь то фрилансер и поэшник, вот прям мы всегда спрашиваем, какой потолок по зарплате, а сейчас есть на данной позиции, и иногда там нам говорят, какой потолок по фрилансеру, какой потолок по штатному специалисту, и в результате этого мы предпринимаем какое-то действие, так и пишем, смотрим штат, фриланс, ККП, смотрим всех, вперед. Ну, на мой взгляд, это очень позитивно, потому что, по-моему, раньше такого было гораздо меньше. Это то же самое, как и с удаленкой, потихоньку рынок развивается, растет, мы с вами надо не забывать еще, мы живем в развивающейся стране, так что нам до промышленного капитализма еще довольно далеко, так что тише и едешь дальше будешь, наверное, про нас. Ну, вопросов больше нет, думаю, все, кто хотел, их задал, тогда, Дмитрий, от вас, завершающие слова. А, завершающие слова, я думаю, здорово, то, чем вы занимаетесь, кем вы сейчас ни были, САП, это круто, прям в плане подбора это моя давняя любовь, чем я давно уже занимаюсь и, надеюсь, буду заниматься, САП мир ровно по 5 и всегда развивается, идет нога в ногу, САП СНГ постоянно покупает новые компании, новые корпорации, тем самым сам САП становится разнообразнее и растет и не только за счет чего-то внутренней разработки, но и завнешней, потому очень интересное решение, интеграция, мне кажется, вообще очень интересное направление в плане того, что можно быть администратором, консультантом, программистом, как мы это уже поняли одновременно в одном флагоне, а человеком оркестра хотите этим быть, пожалуйста, добро пожаловать, как Игорь сказал, можно обращаться к нему или писать в группу о запросе, что вам это интересное направление, быть может для вас появятся новые позиции или как минимум вас будут иметь на примете на позиции стаб-стажеров, а при внедрении САП стаб-стажеров так и иначе всегда нужны, потому что есть масса разнообразных задач, для которых хватает знания Windows и Office, и большого прибольшого желания. Так что главное себе поставить цель, стремиться к ней, и мне кажется, нету ничего невозможного в этом мире, в этой жизни, главное заразить всех идеей того, что вам действительно это все важно и интересно, и вы готовы этим заниматься 24 на 7 и не устанет от этого. По каждому HR, как по руководителю, важно, чтобы вы начали и закончили проект на этом месте работы, дальше сложится, жизнь покажет. вопрос, спасибо всем слушателям и посетителям, спасибо, и Дмитрий, вам спасибо большое, думаю, это будет очень интересно и тем, кто на YouTube посмотрит, ну и тем, кто сегодня был, очень был рад, что эта встреча состоялась. Да, всем тоже спасибо за внимание, за вопросы, интеграцию в наше оповещение, в наши вопросы, и всем ответившим, задавшим вопросы, было, мне тоже также интересно пообщаться с вами, узнать ваше видение мира, я и думал, оно не сильно от нашего отличается, и всегда открыт для вас, будут вопросы, пишите, звоните, задавайте, и мы будем вас оповещать о наших новых позиций по мере их появления в моем конкретном случае от компании Apex Retreatment. Название компании я напишу, и контакты на YouTube будут выложены, так будет проще. Ну, тогда на сегодня все, всем пока. Хорошего дня, хороших выходных, будьте здоровы. До свидания.